Всем доброе время суток! Возникла такая проблема с лапкой кикстартера. Я заводил и через какое-то время у меня начала проскакивать резьба и проскакивать кикстартер. Он, видите, легко заходит и у меня кикстартер. Я хочу здесь проследить отверстие и сунуть шпонку, какую-то шпонку или гвоздь, для того, чтобы при нажатии кикстартера лапка не ходила. Для того, чтобы проследить отверстие, нужно хорошенько закрепить болтом и гаечкой, чтобы оно не дергалось. Для этого нам понадобится дрель с верлом по металлу и начинаем сверлить. Сверлим по противополной стороне от кромки. Не забываем, когда мы сверлим, водичка поливать. Сверлим по металлу, так и само сверло, чтобы лучше сверлилось. Также ставим сюда упор, как будто болт, гайку, чтобы ножка не болталась. Нам надо просто проследить толщину лапки, толщину кикстартера. Сверло дошло до начала нашей втулки. Значит, нам надо открутить лапку и зачистить вот это отверстие, что мы сделали. И подобрать к нему какую-то шпонку, какую-то гвоздь. Собственно говоря, видите, получилось такое отверстие в лапке. И вот здесь вот тоже отверстие получилось в этом валу. Нужно его зачистить. Надпильничком, надпильничек защищаем. Надпильничком также наждачка. Убираем всю грязь. Здесь, внутри, защищаем. С одной, с другой стороны. По краям тут защищаем. Берем побольше напильничек. Убавляем сейчас залпенек. Я нашел такую шпоночку. Это была деталь от болта, шестерки. Его нужно зачистить. Подгадать по размеру. Зажимаем в тиски и обрабатываем. Надпильником. Так, чтобы вот эти квадраты. Так, чтобы... Эта шпонка зашла идеально в отверстие. Подгоняем высоту. Опять-таки, с тем же напильником подгоняем высота. Если есть бомбарка, может, тогда прежать, чтобы не заморачиваться. Так, ну вот, я обработал. Болт, бывший он стал. Квадратный у меня. Подогранный по длине. Вот он как раз заходит до конца. И теперь вставляем маску. И вставляем саму нашу шпонку, которая которую мы вытащили. Подогнали. Если мы не ходят, подгоняем молоточком. Вот он заходит. Дальше берем болт и прикручиваем уже лапку. Когда мы закрутим зажим, оно зажмет вот эту шпонку и будет хорошо держать. Шпонка я залезла аж до конца крышки вариатора. Я прикрутил болт. Еще до нагрузки добавил гаечку. Эти гаечка, чтобы она хорошо прижала шпонку. И теперь у нас все хорошо и надежно держится и не перекручивается. Лапка хорошо держит отлично. И теперь можно заводить с кикстартером. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео не понравилось, палец вниз. Всего доброго. До новых встреч.